Всем привет, дорогие друзья, с вами Лего. Ну что, сегодня мы посмотрим на игрушку под названием Jurassic Survival. Как вы видите, она вам, наверное, чего-то напоминает. Но здесь уже, я так понимаю, что некоторые ребята, кто эту игру сделали, постарались, постарались всё сделать как-то немножко по-другому, но как бы от сути главной игры, допустим, по Last Day of North Survival, а отличия как бы нет. Но здесь мир с динозаврами, как вы знаете. Первая вселенная, одна из таких популярных, это зомби-апокалипсис. Вторая очень немалопопулярная площадка для всех таких игр, это, конечно же, Дина. Дина у нас очень хорошо показывает себя в проекте Ark Survival Evolve. Ну и я так подумал, что... Точнее, даже не я подумал, а, скорее всего, разработчики так подумали, что можно также запустить игру, похожую на Last Day в стилистике Дину, и назвать её Jurassic Survival. Ну, вообще, всё просто. Это не тот ужасный клон, который я показывал до этого. Этот клон уже, мне кажется, выглядит намного бодрее, потому что, как это объяснить-то, здесь, получается, у нас вместо оленей зебры, а чё, в принципе, грамотно, почему бы и нет. Давайте посмотрим. И, в принципе, падают они так же. Вообще, мне кажется, что... Смотрите, тут и, в общем-то, и грамотные... Видите, как его? И грамотные картинки, и игра реально выглядит по графической составляющей очень прикольно. Здесь, вот это вот ваша первая... Как это её объяснить? Ваша первая локация, в которой вы бегаете, она в разы больше, чем в Клоне или чем в Last Day, как мне показалось. И здесь на вас нападают мелоцирапторы. Мне кажется, это круто, когда на тебя нападают динозавры. Я бы, конечно, поиграл бы с удовольствием в две игры. Ту я... О, и Орнитолестас. Это маленький заместный текст в Омби, а те, как бегуны, получается, да? Интересно, а додумается ли Разраб в этом Клоне, да? Можно так её называть? Или не будем называть эту игру Клоном? Ребят, напишите, пожалуйста, в комментарии, что вы думаете по этому поводу. Вообще, есть ли шанс у игры показать, на что она способна? Или же всё-таки это Клон и не более того? В принципе, мы сейчас выучим... Мы сейчас с вами выучим второй уровень и посмотрим, что у нас есть в крафтах. В крафтах здесь очень как-то интересно так всё замучено. То есть, что вы можете качать по первому уровню. Первый уровень — это копьё, то есть как в арке. Вот полностью сделано как в арке. Ты начинаешь с первого... Вот это грамотно, на самом деле. Типа с первого уровня, второй уровень, третий. Что, какой уровень даёт. И я так понимаю, он сразу открывает эти чертежи. То есть, я только должен получать уровень, не выбирать то, что я хотел бы, допустим, прокачивать. То есть, со второго уровня я могу, я так понимаю, сразу создавать. Вот если я сейчас найду брёвнышки где-нибудь, за место чего мы, кстати, их засадим. Давайте мы скушаем мясо. Скушали мясо и найдём где-нибудь бревно. Подождите, а тут вообще прикольно, я так понимаю, стало. Чтобы замутить бревно, вам нужен топор. Чтобы создать топор, вам нужно пальмонабер. Можно распилить на доске или использовать как топливо. Вопрос. У меня вопрос, ребят, сразу. А как его добыть и где оно валяется? А вот, а вот, а вот, а вот это у нас что? Это у нас бамбук. То есть, у нас есть бамбук. У нас есть шанс саженец ананаса. У нас есть камень. Вот это мощно. А-а-а, я кажется, понял. Сейчас будет прикольно, если это всё дело будет лежать вот здесь. Пока это всё сюда перекинем, я думаю, что пока этот ящик будет служить нам как бы нашей мини-базой. Давайте посмотрим. Есть магазины. По-любому игру делали русские. Сразу видно, как здесь всё выглядит. Экипировка, запасы, ускорение хп, монеты и почта. Понятное дело, к вам выпадают консервы и бутылки с водой. Единственное, я не понимаю. О, наконец-таки пальмовую штуку я нашёл. Сразу пойдём, сделаем топор. Нарубим с топора. Нарубим с топора мы дом, да? Дом, забудем же. Дом. Дом. Зайдём в крафты. Делаем топор. Топор нам не хватает. Нам нужен вот это. Заходим в крафт. Создаём. Музыка прикольная. Вообще не парюсь по музыке. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Красотелло вообще. Что? Нифига себе. Звуки отличные. Звуки просто вообще нереально крутые. Jurassic Survival. А давайте вот просто выйдем из локации. Посмотрим, как будут выглядеть. Прежде тем, как покинуть локацию, нужно построить дом. Хорошо. Хорошо. Тогда, ребята, по традиции мы прямо сейчас будем строить дом. А с вас, если вы хотите видеть выживание в мире динозавров, то вы должны поставить 2000 лайков. Я думаю, что вам несложно поражать пальчиком на лайк и на подписку на канал, если вы не подписаны. Ну и нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе того, что делает Легас. Так, мы сейчас это всё дело отнесём. Давайте ради интереса посмотрим, что нам дадут. Да, вот нам уже дали сундук. И мы уже можем первую... Смотрите, а здесь, по-моему, реально можно базу нереальную строить. Мне кажется, здесь база просто огонь будет. Давайте сразу сделаем сюда. Наставим кучу ящиков и будем как влазды и профессионалами. Я знаю, я уже в этих играх, как говорится, скилл набил. Давайте поставим сундук, посмотрим, как он будет выглядеть. Ну, динозаврики, это, конечно, вообще просто улёт. Закидываем сюда всё, что не нужно. В принципе, мы можем сделать дальше сейчас кирку. Кирка, дерево, камень. Сейчас всё перенесём вот отсюда. Смотрите, мне понравилось как будто большой такой след от огромного динозавра. Возможно, здесь потом будут огромные динозавры. Может быть, как... Вот, представляете, какой здесь будет босс. Здесь по-любому, наверное, тирекс. Вот я вангую, что здесь будет тирекс. Это будет, наверное, очень классно выглядеть с тирексом-то. Так, кирочку нам, пожалуйста, запилить. Ресурсов вообще немало, да, требуется на кирку. То есть, здесь как-то в этом плане немноженько по-другому. Один мы фрукт схаваем и погнали. А, давайте посмотрим, мы можем уже сделать рюкзак. Мы же можем делать рюкзак. Верёвки и листики. Верёвки есть, листики есть. Ну, атмосфера здесь, конечно, такая, такая вообще спокойненькая. Динозаврики. Кирюкзак мощный. Давай, запиливаем. Пока будем дальше смотреть, что мы можем сделать. Мы можем замутить сразу костёр. Мы можем сразу сделать копьё. Копьё мы обязательно сделаем, когда пойдём странствовать в другие места, в другие острова. Мне тут кажется почему-то, что мы по-любому острова, всякие заманухи. Итак, дальше мы можем уже делать грядку. Самое интересное, что мы можем в эту грядку сажать. Тут потом дубины появятся, самодельные душики. Сейчас мы сделаем обязательно костёр. Ого, у меня кто-то... Нифига себе, соблезубый тигр. Вот это да. Это вместо волков прибегают соблезубые тигры. А чё, в принципе? Прикольно. А что с него падает, соблезубый? Так, мясо у него падает. Рюкзак у меня есть. Давайте сейчас посмотрим, что мы можем сделать. Слушайте, инвентарь. Неплохо, неплохо, пацан. Интересно, этот человек, он один справился с этой игрой? Или всё-таки нет? Так, кушалку сделаем. Что у нас есть в кушалке? Давайте посмотрим. В кушалку, конечно же, мы можем замутить стейк. Ой, топливо. Так, стейк. Интересно, могу я закинуть вот так? Могу. Всё, пошло дело. У нас получится. Так что мы можем делать угли, древесину. Ну, всё то же самое, да? Жарить ананас, компот из манго. Но, блин, я надеюсь, что этот чувак или вообще кто это что-то тут делает, надо как-то, блин, уходить от тех же мотивов Лаздея. То есть, в Лаздеи вы уже же поиграли, правильно? Поиграли. Зачем повторять всё, то, что есть в Лаздеи? Делайте своё что-то. Это же, если вот так вот всё красиво научились ребята делать, да? Почему бы не начать делать что-то своё? Плотнический стол. Смотрите, вообще нормально всё. Сейчас намутим. Кусок ткани ещё нам надо. Так, давайте поставим то, что я уже здесь смог сделать. Построить. Это воткнём мы вот сюда. Вот сюда пока будет. Отлично. Грядка у нас уже есть. И сделаем стол. Стол сразу поставим пока сюда. Пускай здесь будет стоять. Так. Интересно мне посмотреть в грядке. Ага, вот эта штука, эта грядка. Всё то же самое тогда получается. Практически ананас сейчас будем варить. Потом ананас похаваю, нормально. Ананасика не хотите, ребята? Идём дальше. Кстати, в Лаздеи скоро сделают офигенную штуку техническую, где будут банить читеров и так далее, тюперов. Вот это мне очень сильно понравилось. Интересно, после такого масштабного обновления в этом, как его, в игре Лаздеи, смогут ли выжить после этого клоны? То есть за игрой-то, получается, смогут следить, уничтожать читеров и так далее. А как это будет здесь? Поехал наш чужеземец, чужестранец. Как это назвать-то даже? Пошёл он рубить деревья. Чё у нас там, кстати, дальше по крафту будет? Самодельный душ мы замутим, но нужна ткань. Тут плавильня мы... А, плавильня до пятого уровня мы делаем обязательно. Там потом каменорезка пойдёт. Ага, тут металлолом тоже самое. Потом бинты можно будет. Опа-опа-опа-опа. Сушилка для мяса. Опа-опа-опа. А дальше, смотрите, закрыто почему-то. Это, мне кажется, не успели стырить, что ли, или что? То есть пока всё выглядит красиво и продуманно и сделано. Как же будет интересно всё это дело идти дальше. Мне нужен пятый уровень для того, чтобы я мог понять вообще, что может происходить дальше. Итак, у нас на нашей первой территории всё закончилось. Берём копьё и, наверное, отправляемся в наше первое путешествие. Но, как я и говорил, в первое путешествие, ребята, мы отправимся в следующей серии. А я лишь вам покажу, как выглядит мир. Наш лютый мир Джурасик Сурвайвл. Итак, поехали. Что у нас здесь? Давайте. Так, события. Неподалёку Т-рекс устроил гнездо. Там можно найти что-нибудь интересное. Это кто такие? Требуется мастерство охоты уровень 1. Охота на меглаза. Ё-моё. Охота на Барионикса. Требуется мастерство уровень 1. А они патрулируют гнездо Т-рекса, про которое, типа, может быть добыча. Игроки слишком далеко, необходим транспорт. А транспорта пока мы даже и не можем понять, какой здесь может быть транспорт. А это что-то новенькое, ребята, прикиньте. Что за мутили-то? Охотничьи угодья. Так, раз это так близко, то я думаю, мы сходим. А потом мы попробуем поохотиться на Дину, которая здесь просто патрулирует. Так, такая музыка. Годы выживания в новом мире. Нужно найти куски, чтобы спрятаться от Т-рекса. Ой, нужно найти... Что? В этих кустах им будет непросто меня найти. Офигеть! Это новый геймплей? То есть, я понял. Там такой, наверное, здоровый челик будет. Взять все? Уходим. Это новая мини-игра. Так, кажется, меня учил Т-рекс. Не ври. Не ври. Все пока нормально. Так. Тихо. Идет. Аж земля вся трясется. Ё-моё. Он меня с одного раза убил, и я умер. Вот это нормально! Вот это норм, пацан. Просто меня ушатал за один заход. Т-рекс убивает за один заход, но ты можешь там, по идее, как я понимаю, окупиться. Ну-ка, давайте еще туда сходим. Блин, я все просрал, правда? А как от него нужно было бы уходить? То есть, если он идет, нужно уходить в другие кусты? Как он все это дело палит? Нужно найти кусты. Так, братан. Сейчас, 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 сейчас. Я, по идее, не так много просрал. Но все равно жалко. Уходим. Вот кусты вижу. Сколько здесь всего сундуков, интересно, может быть? Так, забираем. Но ягоды это не, ягоды это не то, зачем я сюда пришел. Здоровый, мать его, Т-рекс! Хотел меня, сука, сожрать. Идем вниз. Кажется, говорит, он меня учуял. А где здесь найти яйца? Взять все. Что у нас здесь? Транзисторы, замочки. Нет, тот сундук был бодрее намного. Сто тысяч раз был бодрее тот сундук. Слушай, а как от него? Как от него убегать-то? Я из-за всего этого потерял... потерял у него все что можно было так побежали дальше может быть что еще найдем сколько здесь сундуков интересно здесь мне кажется всего три сундука но здесь собирать камни это конечно беспредел и кажется в этой локации нужно искать о мой трупак серьезно серьезно я нашел свой трупик а вот это стало поинтереснее здесь может о тихо 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 о нет пожалуйста я хороший тираннозавр пипец да ну тебя нафиг это какая-то жесть блин резины нашел пилу нашел металлические штуки нашел у блин какой же он опасный ну что ребят с вами был лего не забывайте подписываться на канал ставьте лайки если вам понравилась игра я сделаю по ней конечно же цикл выживания всем пока пока